Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости. В студии Виктория Гапутина. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главные темы сегодняшней программы. День Народного Единства День Народного Единства В эфире программа «Итоги недели» и мы начинаем. В воскресенье 17 сентября по всей стране пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Народного Единства. Пусть праздник и молодой, ему всего три года, но вот его история и становлению много-много лет. День Народного Единства в Республике Беларусь – это день памяти, гордости и солидарности. Дата праздника выбрана не случайно. Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году, когда Западная Беларусь по условиям Рижского мирного договора была присоединена к Польше. Однако, подчеркивают эксперты, восстановленное в 1939 году Единство – не единственная дата, которую ассоциируется с этим днем. Мужество и сплоченность в годы Великой Отечественной войны, почетное место в международном сообществе и соучредительство в ООН – все это признаки признания и единства белорусского народа. Об этом говорили и высокие гости в рамках торжеств и рабочих встреч, что прошли на минувшей неделе. В Бресте на базе Бреста Болгаза прошел двухдневный семинар, направленный на диалог с перспективным кадровым резервом. Порядка 50 человек – это студенты и специалисты со всех городов и районов области, молодые люди, чьи лидерские, организаторские и личностные качества уже отмечены в работе на конкурсах разных уровней, а также их руководителями. В рамках семинара самые перспективные и самые перспективные молодежи продемонстрировали главе администрации президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко свои научные разработки. Сегодня я представляю свой программный продукт. Приложение получается для генерации картины по номерам. Возможно, вы знаете, есть у некоторых хобби раскрашивать картины, которые изначально бесцветные, но в каждом сегменте в секторе стоят циферки, есть соответствующая палитра с цветами и любой желающий получается раскрашивать картину по номерам. По принципу кластеризации методом К-средних это такой алгоритм, который выявляет наибольшее количество точек. В данном случае в картинке это точек одного цвета, группирует их и выделяет границу. После этого обесцвечивает и благодаря этому алгоритму находит центр сектора и выставляет туда название ячейки, номер ячейки. В данном случае, к примеру, один и соответствующийся палитру, допустим, пусть будет один, это красный цвет. И уже все красные сектора с цветом один будут закрашиваться красным цветом. Сегодня я представляю проект по системе оборудованного водоснабжения, который был внедрён на нашей автомойке «Ковринказ». Для меня основные аспекты этого внедрения, я выделю для себя три. Первый – это финансовый аспект, второй – это экологический, третий – это общественное восприятие. Проект в системе оборудованного водоснабжения, который в нашей мойке установлено, это вторичное использование воды, которое будет в определённом числе и используется вторично для обмыва автомобилей. В ходе семинара молодые люди воспользовались возможностью задать Игорю Сергеенко разнообразные острые вопросы о социальной поддержке молодёжной политики и закреплении молодых специалистов, работе педагогов, службе в армии, защите границ, развитии в сфере высоких технологий. Я бы хотел отметить, что работа с перспективным кадровым резервом у нас в стране регламентирована соответствующими указами президента, работе с руководящими кадрами в системе органов государственного управления. В целом в резерв включено 1100 молодых людей в возрасте до 31 года. Возникает вопрос, каковы критерии отбора. Потому что на первоначальном этапе формирования резерва проводится отбор. В первую очередь это профессиональные достижения, компетенции, активная гражданская позиция, участие в общественно-политической жизни региона, страны, определенные лидерские, управленческие качества, участие в различных ходах творческих и профессиональных конкурсах. В целом в кадровом резерве состоит примерно 85% молодых специалистов и 15% студентов. В Рецкой области работа построена достаточно интересно, ведется она активно. И студентов-старшекурсников здесь даже больше, чем в целом по республике. Это говорит о том, что в ВОЗУМе уделяется повышенное внимание. Сегодня во время встречи я видел интересных молодых людей, которые и сами выступали, и задавали вопросы, и практически всех ВОЗов, и Преста, и Пинска, и особенно Брановичского государственного университета. Обеспечение коммуникации между перспективным кадровым резервом и лицами, принимающими политико-правленческие решения, является обязательным условием повышения эффективности как государственной политики, так в принципе в значительной степени обеспечивает в том числе условия для профессионального роста, для вот этого вектора развития молодых управленцев, преподавателей, в том числе и студенческого сообщества. Поэтому тот широкий спектр вопросов, который был затронут на встрече, который проходил в рамках вот такого достаточно интерактивного общения, ну, собственно, скажем так, является вот такой детерминатой дальнейшего профессионального роста развития участников семинара. Поговорили молодые люди перспективные кадры и о приближающемся Дне народного единства. Ведь праздник уже успел завоевать сердца настоящих патриотов и мотивировать граждан нашей страны к сохранению правдивой исторической памяти. Я бы хотел отметить, что в целом, вот особенно, наверное, в этом году, в стране проводится активная работа по пропаганде именно тех исторических событий 1939 года воссоединения Западной и Восточной Беларуси, которые легли в основу именно вот объявления этого праздника, праздника Дня народного единства. В этом году мы отмечаем третий раз. Чем отмечаем? Конкретными делами, конкретными объектами, объектами социальной сферы, новыми дорогами. Мы отмечаем конкретными мероприятиями, автопробегами, патриотическими акциями, рассказываем в различных аудиториях о значимости этого праздника, о том времени. Это нужно говорить, нужно доносить. У нас было понимание, что это за праздник и вообще для чего он есть. И он вышел уже значительно шире и дальше, чем праздник, который предсотворяющий именно 1939 год. Потому что благодаря единству мы сегодня можем и гордиться тем, и создавать то, что у нас сегодня в стране есть. И сегодня на конкретных примерах, и в частности, работе организаций, в которой мы находимся, в Брестово был газ, было рассказано о том, что делается в целом для населения страны, какие ощутимые сдвиги происходят за последние 25-30 лет. Еще одна встреча в преддверии Дня народного единства прошла в Брестской детской областной больнице. Разговор помощника президента инспектора по Брестской области Валерия Вакульчика с коллективом учреждения здравоохранения получился честным, искренним и открытым. Валерий Вакульчик говорил о богатстве культуры, нашей страны и национальной идентичности, об истории Западной Беларуси и ее борьбе против польского влияния. Конечно, вот эти все события, которые происходили, и вот эта атмосфера, которая царила, конечно, она не могла удовлетворять людей, которые проживали здесь. И буквально с самого начала 2021 года началось массовое партизанское движение, которое активизировалось уже к 2022 году. Было более 878 партизанских операций, которые были выведены в 2022 году на территории Западной Беларуси. Наше единство – это гарант сохранения независимости и развития нашей республики. К таким выводам для себя пришел каждый участник встречи. Он посетил нас помощник президента, курирующий Брестскую область, посвятил нас в празднике День народного единства, он довел нам информацию, достаточно душевная беседа, было познавательно. Спасибо. Мы говорим по поводу Дня народного единства, как символ суверенитета и независимости нашей страны. Да, и по сути дела это и символ силы, и символ, или как путь решения проблем, начиная от бытовых проблем и заканчивая проблем общегосударственными, общими мировыми, я бы сказал. Ведь и наш президент призывает весь мир сплотиться для решения тех проблем, которых масса, и голод, и изменение климата, и природные катаклизмы. Их надо решать, надо готовиться к этим всем вещам, а не распределиться каждый по своему дому. Посмотрите, да, мы прошли, вот недавно дожили, в Ганцевичах, да, район удаленный от Бреста, от Минска, находится в стороне, достаточно бедные земли, промышленность не очень развита, но там же живут наши люди. Разве могли бы они сами вот так взяться и так обустроить этот город Полесский? Нет, конечно. А собрались всем миром, опять-таки, в области. Вместе сделали, посмотрели дворы, улицы, татуары, поликлинику тоже, да, уже видели это все. Это, опять-таки, пример нашего единства и результат нашего единого действия, труда, усилий, направленных на решение каких-то конкретных проблем. Вот и результат. И результаты единения есть не только в Ганцевичах. В Брестской детской областной больнице завершилась реконструкция хирургического отделения. Она направлена на оптимизацию пространства и обновление оборудования, чтобы обеспечить более эффективное и безопасное лечение маленьких пациентов. Теперь все палаты отделения, а это 60 коек мест для больных, соответствуют требованиям и стандартам современной медицины. Я счастливый новосел. У нас закончился ремонт отделения. Отделение переехало в... Ну, вообще-то, вы должны понимать, что больница была открыта, наш корпус, в 1989 году. И этот ремонт, это, наконец, настоящий большой ремонт, после которого значительно улучшились условия для детей, в первую очередь. Улучшились условия для персонала. И я очень рад, что мне сейчас не стыдно, когда ко мне поступают дети из районов, области. У меня действительно сейчас отделение выглядит на уровне, на должном уровне. На самом деле, я так хочу сказать, что в настоящий момент мы достаточно остро нуждались в ремонте нашей корпуса, потому что условия были как изначально созданы в тот момент, и на самом деле уже, имея это же больница не только областного, она же и городского уровня, и ремонт нам нужен был. На самом деле уже вчера и наши посетители, и наши пациенты, мы и сотрудники, конечно, поняли, и увидели, как может быть на самом деле, конечно, еще немножко может быть где-то что-то нужно доделать, не все сразу, но и условия пребывания, во-первых, в больнице, это же для пациентов, и условия нашей работы, надеюсь, будут намного лучше. Если тогда, в не так далекие 1920-е годы белорусские школы и больницы закрывались, то сейчас, спустя сто лет, они не только открываются, но и обновляются. Если культура и язык были под запретом, то сейчас каждый белорус, каждый патриот своего края может стать строителем процветающей Республики Беларусь. Это ли не единство? Василий Набускевич, Дмитрий Литвинюк, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Официальная часть праздничных мероприятий, посвященных Дню Народного Единства, продолжилась в парке культуры и отдыха, где, отдав дань мужеству своим героическим предкам, брещане возложили цветы. Однако молодой праздник настолько полюбился гражданами, что они и сами по своей инициативе проводят памятные мероприятия. Так, нотариусы Брестского нотариального округа в честь праздника бесплатно консультировали горожан, а в Брестском краеведческом музее открылась тематическая выставка. Главным подарком для брещан и гостей города стала национальная премьера фильма «На другом берегу» киностудии «Беларусьфильм», который наглядно рассказывает о событиях 1925 года в Западной Беларуси. В преддверии Дня народного единства представители разных поколений собрались у Брестской могилы советских воинов, погибших в 1939 и 1944-1945 годах не только для того, чтобы отдать дань памяти погибшим воинам, но и дать старт марафона мужества «Первый регион – сила в единстве». Главная цель проекта – привлечь внимание молодежи к сохранению исторической памяти и к судьбам земляков, которые внесли свой вклад в освобождение Беларуси. Поэтому неудивительно, что в первых рядах патриотического проекта активисты – лидеры современного молодежного движения нашей области. «Марафон мужества» у нас в этом проекте реализовывается более 10 лет. На самом деле имеет большую географию. Мы с марафоном мужества были и на территории Российской Федерации. Конечно, мы объездили и Брестскую область, и Беларусь в целом. Но хотелось бы сказать сегодняшний марафон мужества на самом деле имеет огромную цель. Цель большого праздника 17 сентября. У нас называется марафон мужества «Первый регион – сила в единстве». И очень важно, что мы отобрали 40 лучших ребят, лидеров мнений, актив, работающих молодежь, которые поедут по 8 точкам, то есть по 8 районным центрам. «Марафон мужества – первый регион – сила в единстве» уже не первый раз объединяет молодых патриотов Брещены. Участие в нем приняли 40 лидеров, которые за два дня посетили 7 районов и 12 памятных мест, где стали спикерами открытых диалогов и встреч со сверстниками. Очень интересно. Я во многих городах нашей области еще не была. Для меня это будет впервые. И очень радостно, что я еду вместе с ребятами, членами Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Программа у марафона очень интересная. Посещение храмов, памятников, митинги – это все безумно увлекательно. Я уверена, сколько бы мы ни бывали в одних и тех же местах, что-то новое для нас всегда будет. И каждый раз можно открывать для себя новые страницы. Это новое знакомство с людьми. Очень много человек в этом участвует. Можно пообщаться, узнать много нового. Проявить свой патриотизм в стране. Показать, как сильно ты любишь свою страну. Народное единство – праздник у нас совершенно новый. Насколько я помню, с 21 года он у нас подписан. То есть два года он только у нас празднуется. Для меня народное единство – это возможность показать, какой мы сплоченный народ белорусы, что мы все едины, что мы нерушимы. Еще одна акция в преддверии народного праздника – бесплатная консультация у нотариусов. Специалистами Главного управления юстиции Брестского областполкома, Регионального центра правовой информации Брестской области, областного управления Фонда социальной защиты населения, нотариусами и адвокатами регулярно бесплатно проводятся консультации граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Нынешние встречи прошли 10 и 15 сентября в Центральной городской библиотеке и Брестской областной нотариальной палате. Нотариусы Республики на постоянной основе осуществляют акции, связанные с бесплатным консультированием граждан. Акции приурочены к государственным праздникам или знаменательным для страны датам. Данная акция приурочена к Дню народного единства. 15 сентября 2023 года нотариусами нотариальных контор и Нотариальных бюро Республики будут проводиться акции бесплатного консультирования граждан. Прием граждан будет осуществляться согласно графикам приема нотариальных контор и Нотариальных бюро. При проведении подобных акций граждане чаще всего обращаются по разнообразным вопросам, касающимся нотариальной деятельности. Но больше всего их волнуют, конечно, вопросы оформления завещаний, удостоверения договоров отчуждения принадлежащего им имущества, в частности, удостоверения договоров купли-продажи, дарения, оформления доверенности, удостоверения согласия. То есть спектр, по которым граждане к нам обращаются, спектр вопросов, он достаточно разнообразен и широк. Безусловно, Главное управление юстиции как государственный орган очень заинтересовано в том, чтобы население было грамотным в правовом плане. Государство, в принципе, в этом заинтересовано, потому что грамотные, в правовом смысле подкованные люди, они могут легче, проще реализовать свои права и наиболее простым способом получить всю желаемую информацию. Поэтому, конечно же, в ходе этой беседы все консультирующие участвуют активно, активно подключаются к разговору. И вопросы, как правило, многоплановые. Все стараются со своей стороны помочь, подсказать наиболее короткий путь решения проблемы человека. Брещане обращаются с разными вопросами оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчердения недвижимости, совершения исполнительных надписей и предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, обеспечения письменных доказательств. И обязательно получают развернутый компетентный ответ. Узнала, случайно прочитала в «Заре», в газете «Заря», номер телефона указан, предварительная запись. И вот я позвонила и записалась. По какому вопросу вы пришли проконсультироваться? По вопросу земельного участка. Снесены мои границы, моего участка. Так, это деревня Шумаки Брестского района, за клиниками, тут недалеко. Так, и снесены хозяином купленного дома, там по соседству у меня дом, он купил, снес мой забор, ну, самовольно снес. Я вызывала милицию, и это сделали снимочки, все. Ну и вот теперь надо восстановить этот забор. Обратилась по личному вопросу для решения своего вопроса. Вопросы, которые меня интересуют. Наблюдая раньше за работой нотариусов, я убедилась, что они решают вопросы, и приходящие на консультации решали все свои вопросы. Поэтому и я решила обратиться сюда для уточнения интересующих меня вопросов. Надеюсь, что все вопросы будут решены и разъяснены. Это очень хорошая практика, она полезна, информативна, и тем более, что находится в центре Бреста, удобный доступ, и информацию предоставляют полную, куда можно обратиться далее. В среде культурной в Брестском областном краеведческом музее открылась выставка «На пути к единству», приуроченная к национальному празднику. Выставка рассказывает о национально-освободительной борьбе населения Брещины в 20-30-е годы прошлого столетия. Основана выставка на подлинных материалах из различных фондовых коллекций музея. Очень интересный момент, это вот инсталляция за моей спиной, это мы, имея богатую коллекцию этнографическую, воссоздали интерьер, ну, скажем так, хаты бедняка, западно-белорусского крестьянина, скажем так, того периода. Тоже вот такой интересный. И плюс мы можем увидеть костюм традиционный, который носили в то время крестьяне. Учитывая то, что Западная Белоруссия, это, в общем-то, аграрный такой регион, был на 80% сельскохозяйственный в то время. Впервые в Бресте показаны материалы по концентрационному лагерю «Береза-Картуская», документы и фотографии заключенных членов коммунистической партии Западной Белоруссии и изображения лагеря. Особое место на выставке занимают мемориальные вещи, принадлежавшие нашим землякам, активным участникам революционного движения в Западной Белоруссии, а также представлен быт крестьянина того времени. Выставка будет работать до 15 октября. Да, меня это личная. Моя бабушка, еще у меня такой семейный момент есть, моя бабушка россиянка. Деду ее привез в 20-е годы, когда был еще в СССР, из Гатчины, Ленинградской области. И когда уже пришли поляки, как вот они рассказывают, она не могла поехать уже к своим родственникам, к сестрам, к матери, к родителям, которые остались в Гатчине. 18 лет она была, жила. Это теперь можно позвонить, а тогда не позвонить, только письмами. И то письма, как она говорит, не всегда доходили адресатам. Самое ожидаемое событие в программе праздничных мероприятий и, наверное, всего 2023 года национальная премьера исторической драмы режиссера Андрея Хрулева «На другом берегу». Киностудии «Беларусь. Фильм». В Мисс Большом зале кинотеатра нет, а все потому, что фильм вызвал неподдельный интерес обрезкой публики. Кинолента снята в лучших традициях белорусского кино, в ней отражена любовь к своей истории, к своей нации, к своей родине. Она перенесла каждого зрителя в 20-е годы прошлого столетия и рассказала о непростом периоде, когда после Лижского мирного договора западная часть Беларуси перешла к Польше. Авторы фильма сумели передать через эмоции всю боль белорусского народа и попытки отстоять собственную культуру, язык и веру. За эти годы, так называемый второй рейндж посполитый, белорусов так и не сумели сломить. Наши предки боролись, боролись, и 17 сентября 1939 года пришло освобождение. Начался поход Красной Армии на земли Западной Беларуси. Затем было народное собрание, воссоединение. Белорусская Советская Республика это государство белорусов, которое объединило все этнические земли нашего народа. И вот этот период с 1921 по 1939 год наполнен увлекательными сюжетами, авантюрными, яркими, драматическими, трагическими. Это история борьбы, история любви, история сопротивления, история воссоединения. И наверняка наши творцы будут еще не раз обращаться к этим сюжетам, как и обращались много лет до того. Потому что эта история, она наполнена энергетикой. Энергетикой, свойственной белорусам. Поскольку раскрывает лучшие черты нашего народа. Наш фильм ни в коей мере не претендует на историческую достоверность. Это все же художественный фильм. Но события, которые показаны в картине, могли происходить в ту пору. Они отражают дух того времени, атмосферу, настроение. Хочется еще отметить своевременность выхода картины на экран, ее актуальность. Посмотрите, опять на западных рубежах неспокойно. Опять Польша поднимает голову и с вожделением смотрит на крест исходный. История повторяется. А ход ее развития зависит от нас с вами. От нашего знания о истории своей страны. От нашей исторической памяти. Фильм на другом берегу это как раз тот случай, когда поход в кино дает возможность углубить свои познания в истории родной страны. Задуматься о том, насколько цена жизнь в суверенном государстве и каким должен быть человек в современном обществе. Фильм очень серьезный, познавательный. В этом фильме мне показалось, что нам, вообще всем зрителям, которые смотрели этот фильм, надо задуматься над тем, чтобы наш мир такой крупный сохранить, сохранить, поблагодарить всех, всех режиссеров, во-первых, других артистов, всех, которые участвовали в этом фильме, которые очень хорошо играли. И вообще фильм тяжелый, есть над чем задуматься, есть над чем учиться и поблагодарить тех, которые сражались, чтобы мы жили хорошо, чтобы был мир во всем мире. Фильм очень тяжелый, заставляя задуматься о единственном белорусском народе, о том, что не зря была пролита кровь, в 1921 году в том числе. На самом деле, Беларусь фильм удивил, фильм очень понравился, накануне дня праздника, дня единения, очень важного праздника для всех белорусов, как на западной, так и на восточной территории. Вот, всем рекомендую. Предпраздничная неделя получилась насыщенной, яркой, познавательной и разнообразной. А уже завтра город над Бугом встретит День народного единства. О всех самых интересных событиях праздника мы обязательно расскажем вам в эфире вашего любимого телеканала Бук-ТВ во вторник. Василина Буцкевич, Анастасия Мелешкевич, Виктория Гапутина, Андрей Щерба, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Сейчас о других, не менее актуальных темах в программе «Итоги недели». Все городские службы должны работать на опережение, а не на доработку чего-то где-то после того, как люди обратились на прямую телефонную линию, резюмировал руководитель Бреста Сергей Лободинский в своем интервью корреспондентом Бук-ТВ после сегодняшнего онлайн-общения с жителями областного центра. Всего на горячую линию позвонили порядка 20 человек. С какими вопросами обращаются чаще всего? Смотрите прямо сейчас. Когда брещане говорят о Бресте, в большинстве случаев в их словах чувствуется гордость за свой город, за большой дом, в котором живут сотни тысяч людей. Маленьких, больших, серьезных и веселых, креативных, спортивных, разных, но объединенных одним чувством – любовью к Бресту, к его давней истории и к современности, к его уютным дворикам и большим проспектам. Горожане заботятся о своем городе, сохраняют ту красоту и ухоженность, свойственную только Бресту. И если есть где-то в чем-то пробелы, недоработки, на которые следует обратить внимание, обращают. И не только свое, но и руководителей. Радует всегда то, что в городе есть небезразличные люди, позвонить мэру и сказать, что вот у вас тут есть какие-то моменты, которые надо поправить. Я это очень ценю, потому что люди действительно искренне звонят, в первую очередь, для того, чтобы, наверное, подсказать там, где могло быть лучше и красивее в нашем любимом городе. Сегодня Сергей Лободинский провел вторую в статусе руководителя города прямую телефонную линию. Порядка 20 звонков, развернутых, многоплановых. Ответы точные, с выявлением проблемы и определением срокового устранения. Через некоторое время или прямо сейчас, сегодня. Еще в обойму себе пишите на эти два дня. Мусорная площадка на советских пограничниках 35. Люди туда сносят с нескольких улиц мусор, а на той площадке там, ну, полный бардак. И по тем обращениям я вот для себя разберусь. Вот с апреля месяца обращались и в ЖЭС, и в Жмайлику, и к вам туда. И до сих пор там не навели порядок. В городе в 35, да? Да. Поэтому, что касается обустройства, подготовки там основания, вот прямо сегодня не начинайте. Работы ЖКХ, к нему, как всегда, вопросов много. Все больше так называемых бытовых, житейских, наведения порядка во дворах и несвоевременный вывоз мусора, капремонт, шумный общепит, но звучали и другие. Сегодня вопросы звучали и транспортное обеспечение Брестского района, район Клейник. Сегодня вопросы звучали благоустройство, пешеходных связей на Полицском нашем вокзале, потому что там идет пересечение железнодорожным полотном и людям не всегда комфортно подниматься на, так скажем, организованную связь на Кобринский путепровод. Поэтому эти моменты есть, вот я думаю будем решать. Есть вопросы работы коммунальных служб, это вывоза мусора по частному сектору, поэтому там отработаем. Ну и основное, наверное, это вот мусорные площадки, где необходимо как это содержать в надлежащем состоянии, вот, чтобы они были такие благоустроенные и аккуратные, как мы делаем новых микрорайонов. Но есть и такие вопросы или люди, которые с ними обращаются, которые вызывают искреннее недоумение руководителя города. Есть две темы для меня непонятные и, так скажем, чисто по-человечески есть отторжение в плане того, что когда люди обращаются, что возле моего дома вы должны навести порядок, особенно касается частного сектора. Сегодня все любят комфорт, удобство, вот, но почему он должен ограничиваться только территорией твоего забора. Поэтому однозначно и мое понимание, и я думаю, что многие меня поддержат, что вокруг жилища, где ты живешь, порядок должен быть не только внутри, но и за пределами. А второе, ряд сегодня есть жителей, которые не поддерживают спортивные площадки возле жилых домов, что их возмущает или раздражает детский смех, крик, не знаю, игра до позднего вечера. для меня это непонятно, потому что, имея собственных детей, ты максимально, наверное, с ними же проводишь время на этих спортивных площадках для того, чтобы они припроводили место именно там, а не где-то в подворотнике. И это правильно. И может, да, это может не совсем, может, комфортно, но это не гулянка возле бара. это спортивно, здоровый образ жизни. Поэтому, как бы, наверное, не хотелось, тут, наверное, будем какую-то золотую середину находить между жильцами и, так скажем, пользователей этих спортивных площадок. Городских проблем, недоработок достаточно, и их необходимо решать, это факт. Но решать не после того, как позвонили, написали, пожаловались, а до того. Все вопросы сегодняшнего дня подвигают на то, чтобы службы городские, в первую очередь, работали на опережение. Это основное. Поэтому, все, что сегодня вытекает, это, ну, бьем по хвостам, называется. И хотелось бы как-то перенастроить эту работу максимально наперед, чтобы меньше этих обращений было. Вот, а решали более глобальные или обсуждали то, что для нас актуально, это спортивные детские площадки, благоустройства, территории, набережной, и другие вопросы, которые уже будут, так скажем, украшать город, а не решать эти повседневные вопросы, которые само собой должны решаться. Навыком целесообразного действования называют ученые отработанное умение строить свою деятельность по определенной схеме. Есть проблема, выстраивается задача, находится решение, получается правильный результат. Ученые говорят, работает. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Вы смотрите программу «Итоги недели». Продолжаем выпуск. Вопросы охраны труда были, есть и остаются актуальными. Руководители предприятий и организации стали все чаще обращаться к мерам профилактики нарушений на рабочих местах, так как за этими, на первый взгляд, простыми правилами нередко скрываются те самые безопасные условия деятельности и как следствие эффективность и производительность. Об этом говорили на областном семинаре ЖКХ «День охраны труда» с профильными специалистами жилищно-коммунальных хозяйств области. В Бресте такой семинар проходил впервые, поскольку сегодня ЖКХ областного центра в этих вопросах образец для подражания. На примере каких организаций делились с коллегами своим опытом брестские специалисты и какая работа ведется сегодня по поддержанию безопасных условий и организации труда расскажет Анастасия Мелешкевич. Областной семинар ЖКХ по охране труда мероприятие не для галочки. Серьезный подход к вопросам безопасной жизнедеятельности людей тема государственной важности. Поэтому и рамки совещания вышли за пределы залов заседаний и неинтересных докладов. На местах, на предприятиях и в организациях руководители районных и городских служб ЖКХ обсуждали, сравнивали и анализировали, как сделать труд безопасным, как сохранить жизни людей. Прекрасная производственная база и постоянное внимание к вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в Брестском городском ЖКХ – вот основные факторы, которые сыграли решающую роль при выборе места проведения семинара. На предприятиях жильческого и нольного хозяйства города Бреста работает более 4 тысяч человек. Все предприятия, в принципе, известны гражданам. Это у нас 9 основных предприятий. Это «Водоканал», где мы непосредственно сейчас находимся. Это дорожно-стационные предприятия, коммунальные предприятия, парк культуры, отдыха, жилогорода Бреста, спецпредприятия, физкультурно-оздоровительная служба. Ну и, в принципе, вот эти предприятия сейчас задействованы в проведении дня охраны труда областного, который в городе Бресте проходит в первый раз. Отправной точкой семинара стал Брест-Водоканал, коммунальное предприятие, которое занимается организацией водоснабжения и водоотведения в городе над Бугом. Оно осуществляет подачу питьевой воды в дома и организации, а также обеспечивает сбор и очистку сточных вод. Брест-Водоканал ответственен также за поддержку качества воды, ремонт и обслуживание водопроводной и канализационной структуры. Выполняя те или иные задачи, сотрудники работают в условиях повышенной опасности. Потому на данном предприятии вопрос охраны труда стоит во главе угла. Наше предприятие является достаточно крупным, работает порядка 750 человек. На нашем предприятии уделяется должное внимание вопросам не только качества работы, но и безопасности трудового процесса. Уделяется большое внимание обучению работников, проводятся инструктажи по охране труда, проверки знаний по вопросам охраны труда, ну и, естественно, обучение. В том числе мы сейчас находимся на учебно-тренировочном полигоне нашего предприятия, где все молодые работники, которые поступают на предприятие, могут ознакомиться со стендами по охране труда, наглядно-агитационными стендами, пособиями, макетами, а также отработать практические навыки по применению средств индивидуальной защиты, работы в колодцах, работах на проезжей части. Помимо инструктажа и учебного полигона, водоканал оснащен специальной техникой, которая сегодня вместо человека может выполнять некоторые функции. То есть, если раньше рабочему нужно было спускаться в канализацию для устранения той или иной проблемы, то сейчас это выполнит специальный робот в паре со спецмашиной. У нас на балансе порядка, наверное, 80 единиц. Вот эта вот самая машина такая специализированная, вот, скажем так, заменяет человеческий труд. Если раньше рабочие там вручную прочищали всякие засоры, то сейчас делает всю эту работу вот эта машина. Это каналопромывочная машина, она предназначена для значит, устранения засоров, промывают трубы разных диаметров. Здесь получается две машины в одной. Такая машина гибридного типа и лосос, и кава вместе. Она вымывает песок и откачивает одновременно. Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие стало второй точкой семинара, куда отправились главные инженеры городских и районных предприятий жилищно-коммунального хозяйства региона. На данном предприятии сотрудники работают в условиях повышенной опасности, соприкосновения с токопроводящими устройствами, а также работа на высоте. Риск получить травму при неправильном соблюдении правил очень велик. С грамотной координацией представители семинара ознакомились на специальном показательном занятии. Электромонтеры продемонстрировали присутствующим последовательность действия работы на высоте на мобильной подвижной платформе. Работы, которые выполняются с использованием мобильной подъемной рабочей платформы по замене светильников, они сопряжены со многими опасностями. Поэтому для устранения их производится перечень мероприятий, как организационных, так и технических. Организационные это назначение лиц ответственных за производство работ, за эксплуатацию мобильной подъемной рабочей платформы, обучение персонала, так и технически. Это то, что касается ограждения мест производства работ, выполнения требований по электробезопасности. При выполнении этих всех требований работа это несложно. Поэтому те две с половиной почти тысячи светильников, которые за второе полугодие были заменены, они прошли успешно без каких-то последствий. Следующей точкой, куда отправились представители областного семинара, стала новая котельная, которая работает на местных видах топлива. И даже несмотря на то, что данная котельная автоматизирована и на смену выходит один человек, тем не менее инструктаж и правила безопасности никто не отменял. Эта котельная была введена в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Она соответствует последним требованием как экологическим, так и правил промышленной безопасности. Оснащена современными котлами, которые оборудованы рукавными фильтрами для минимизации выброса взвешенных твердых частиц в атмосферу. Сейчас человек с улицы не сможет работать кочегаром в котельной, то есть он должен пройти соответствующее обучение, сдать экзамены, пройти инструктажи по промышленной безопасности, охране труда, должен знать основы экологии. И это периодически происходит проверка знаний. По завершению семинара генеральный директор Брестского городского ЖКХ Андрей Гашев акцентировал внимание журналистов, что на предприятиях удалось минимизировать количество несчастных случаев. Это значит, что работа по охране труда не только протекает в нужном направлении, но и приносит свои результаты. Травматизма естественно в любом процессе не избежать, но как правило этот травматизм связан с халатностью работников, а не с тем, что наниматель чем-то не обеспечил этого работника. Естественно данная тенденция, сколько работа в жилищно-коммунальном хозяйстве, она ежегодно уменьшается. Слава Богу у нас нет производственного травматизма со смертельным случаем, то есть есть травмы непроизводственного характера, которые как правило случаются в быту, но по какой-то причине, то есть человек приходит на работу и потом эти травмы фиксируются. Но как правило охрана труда сейчас находится на таком уровне, что мы можем с уверенностью сказать, что несмотря на тяжелость вот этих процессов, которые производит жилищно-коммунальное хозяйство, это и работа в колодцах, это и работа с средными условиями труда, это и работа с отходами. В настоящее время нам удалось, ну чтобы не сглазить, минимизировать вот эти случаи, они естественно присутствуют, но два случая за год это цифра, поверьте мне, небольшая для 4-тичного работающего коллектива. Анастасия Милишкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович специально для программы «Итоги недели». И в заключении выпуска предлагаем вам, уважаемые телезрители, отправиться в дом, где рождается семья, в Брестский дворец бракосочетания. Сегодня здесь произошло событие, которое для молодоженов стало неожиданным подарком. В Брестском ЗАГСе появился хрустальный зал потрясающей красоты, ведь бракосочетание особое событие в жизни двух людей. Наполнить его хочется не только радостными эмоциями и яркими впечатлениями, но и окружающей красотой. И пусть процедура росписи во многом формальна, а основное празднество еще ждет молодоженов и гостей свадьбы впереди, многие уделяют особое внимание выбору места, где состоится регистрация брака и произойдет символичный обмен кольцами. Наполнить праздник новобрачных новыми изысканными красками получилось. После успешного завершения ремонтных работ, которые длились два месяца, в Брестском Доме гражданских обрядов горисполкома был торжественно открыт обновленный зал для регистрации браков, рождения и чествования семейных юбиляров. И несмотря на то, что сегодня он впервые распахнул свои двери, он уже успел обрести название «Хрустальный», отражая свою изысканность и элегантность. В преддверии такого важного для нашего государства праздника, Дня народного единства, брещане получили шикарный подарок, подарок в виде обновленного зала. Более 40 лет данный зал не ремонтировался и там был ремонт, отвечающий, наверное, интерьером 78-го года. Зал был ретро, было много желающих заключить в нем брак, но вместе с тем сегодняшним реалием зал уже не отвечал. И сегодня мы получили шикарный подарок, современный зал, современный интерьер. Мы очень надеемся, что наши брещане оценят этот подарок и захотят заключить свой брак, встретить свое самое важное семейное событие в этом зале. На зал средств было потрачено в рамках текущего ремонта ориентировочно около 100 тысяч. С подрядной организацией, которая выполняла работу, это Брежжилстрой. Довольны, оценили, тоже контролировали этот вопрос. Председатель приезжал не один раз, хотя, как говорится, что и текущий ремонт, но бюджетные деньги города, которые потрачены. То есть, постоянно было на контроле. Мне, что лично нравится, я вам хочу сказать, так как поработали дизайнеры, интерьер самого зала. То есть, он светлый, просторный стал, шикарный. Зал и правда шикарный. А все потому, что его реставрация была проведена с огромной любовью и заботой. Каждая деталь, начиная от дверей, напольной плитки и заканчивая освещением, а именно хрустальными люстрами, была тщательно подобрана, чтобы создать изысканную и праздничную атмосферу. Утонченные дизайнерские элементы в сочетании с нежными оттенками создали атмосферу романтики и придали торжественному мероприятию трепетности. Это очень замечательное событие, я говорю, не только сегодня для нашего города, особенно для нас, сотрудников ЗАГСа, для тех молодоженов, которые еще будут вступать в брак, которые регистрировать будут свои брачные союзы у нас. В процессе пока шел ремонт, мы вместе со строительной организацией, вместе с работниками, которые здесь трудились, мы переживали каждый нюанс, который проходил в этом помещении, где будет стоять стол, как будет подключена музыкальная аппаратура, как будет повешена люстра. То есть все вопросы, нюансы, они, конечно, корректировались для удобства работников, для удобства наших молодоженов. И вот по итогу наш зал заискрился, засверкал яркими хрусталиками, поэтому он и получил такое прекрасное название «Хрустальный». И сегодня, в день его открытия, в нашем отделе ЗАГС будет зарегистрировано 22 брака, 22 семьи еще сегодня, на 22 семьи еще увеличится наш город Брест. Конечно, не все свадьбы пройдут в этом зале, после открытия их пройдет еще 10. Парой, которая посчастливилась переступить порог хрустального первыми и узаконить свой союз в стенах нового белоснежного зала с хрустальными люстрами, отражающимися в многочисленных зеркалах, стали молодожены Петра и Александра Ноздрин-Плотницкие. Познакомились мы на работе и все, то есть сразу, как увидел, я уже понял, что это, наверное, мой человек. Как только мы сразу начали встречаться, после этого съехались и уже год прожив, я понял, что уже пора, наверное, это все узаконить, все устраивать, и вот, сегодня мы здесь. Любовь с первого взгляда, ну и дальше она уже все, как в сказке. Семья – это что-то близкое, что-то очень важное, то есть, когда вы просто находитесь в отношениях, это все равно немножечко не то, хоть по сути, как многие говорят, что ничего не меняется, появляется штамп, но на самом деле меняется, то есть ты чувствуешь, что все, вы с человеком одно целое, и дальше по жизни вы будете идти только вместе. Жених и невеста отметили, что для них большая честь стать первооткрывателями до неузнаваемости изменившегося зала, который станет свидетелем бесчисленного количества рождения новых семей. Зал поменялся все-таки в лучшую сторону, потому что он стал более, скажем так, презентабельным, более торжественным. Быть парой, которая, так сказать, откроет такой красивый зал в присутствии важных для нашего города лиц – это очень-очень почетно и очень такая гордость присутствует. Сегодня зал хрустальный, символ элегантности и изысканности, и со временем именно он станет любимым для всех местом, где родится еще не одна семья. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свое видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну, а мне остается только добавить, это было ваше телевидение и семейный канал Бук ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Виктория Гапутина, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин